Больше 750 собраний проведено, тысячи человек стали в них участниками. В Кировской области завершена подготовка к проведению проекта поддержки местных инициатив в 2024 году. На встречах люди обсуждали самые острые проблемы в своих населенных пунктах и решали, какие из них можно решить, если принять участие в ППМИ. О том, сколько ожидается проектов в следующем году и сколько реализуется в этом, нам расскажет министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. Она сейчас у нас в студии. Ольга Юрьевна, здравствуйте, спасибо, что пришли. Сколько на сегодняшний день поступило заявок на участие в ППМИ в 2024 году? У нас собрания по выбору вопросов начали проходить с апреля месяца текущего года. То есть с апреля по 31 июля у нас в муниципалитетах организуются собрания жителей, где как раз жители обсуждают те вопросы, которых больше всего волнует, понятно, обсуждают темы, какие бы они хотели решить вместе во взаимодействии с властью. Поэтому с апреля по сегодняшний день у нас проведено 780 собраний в муниципалитетах. Это больше, чем в прошлом году. В этих собраниях приняло 100 тысяч жителей нашего региона. Поэтому именно эти активные 100 тысяч жителей, они обсуждали, они принимали решения, они выбирали различные вопросы, были на обсуждениях. И на данный момент, сейчас пока, 780 собраний. Но время еще есть. У нас срок до 31 июля текущего года. А дальше будет как раз у муниципалитетов возможность, уже основываясь на инициативе населения, формировать заявки и подавать их. То есть в августе у нас муниципалитеты загружают заявки в электронную базу. А дальше еще два месяца будет у муниципалитетов доработать эти заявки, представить необходимые документы. Но вы же наверняка проводили какой-то анализ. Что больше всего волнует жителей? Какие самые популярные заявки, запросы, так скажем, от людей? Безусловно. У нас три направления конкурса. Это конкурс городов, конкурс районов, конкурс поселений. Соответственно, у нас большая численность – это сельские поселения. И традиционно проектов именно по этому направлению у нас больше, как и в этом году. И обычно по поселениям всегда самый востребованный, самый такой по большему количеству заявок – это как раз заявки, которые посвящены ремонту сельских дорог и, соответственно, благоустройству тротуаров. Но этот год не стал исключением. Вот пока на данный момент каждая третья заявка как раз и посвящена этому вопросу. Но, опять же, заявки у нас формируются в базе еще целый месяц, то есть до конца августа. Пока у нас сформировано около 300 заявок. Можно сделать пока такой вывод. Но если мы говорим о городе, то, опять же, это тоже традиционно. Это вопросы благоустройства. Самое популярное – это детские спортивные площадки. То есть это вот так вот из года в год. Есть какие-то самые активные районы области? Кто больше всего принимает участие? Ну, опять же, если конкурс городов, то это, как правило, всегда город Киров, город Слободской, город Кирово-Чепец, город Вятские поляны. Но если мы говорим, опять же, по конкурсу сельских поселений, очень активно у нас из года в год. Это Пижанский район, Кирово-Чепецкий район, Слободской район. И очень отрадно, что в этом году это Малмышевский район. На данный момент они планируют подать не меньше 20 заявок. Поэтому мы, конечно же, ждем эти заявки. Ольга Юрьевна, у нас, к сожалению, очень мало времени. Но вы сказали, что есть еще у людей время для того, чтобы проявить активность, подать свою заявку. Сколько еще времени? До августа можно это сделать? До конца августа население обращается в муниципалитет. И вместе с муниципалитетом, с администрацией формируют заявку. Поэтому предварительно муниципалитеты нам озвучили количество тех инициатив, которые планируют подавать к нам на конкурс. И, наверное, так скажу, пока такую информацию неофициальную, но это будет больше, чем 400 заявок. Но если мы говорим по прошлому году, то если мы не берем тот конкурс, который у нас был по городу Кирово, по придомовым территориям, а берем наш традиционный конкурс по моим, вот эти три направления, то это больше практически на 100 заявок, чем было в прошлом году. Поэтому мы, опять же, ждем. Да, спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня к нам, ответили на наши вопросы. Мы с вами прощаемся и продолжаем.